Мой дед Моисей, когда он жил на улице Вокича со своей семьёй, у него был магазин с материалами. И одновременно он писал вывески для магазинов. Один из анекдотов о моём папе – это когда мой дед написал вывеску, которая ещё не высохла. Мой папа на этой вывеске сделал свой рисунок и испортил вывеску, которую сделал его дед. Так, кажется, началась жизнь художника Хволиса Рафаила. В 1920-е годы ещё был маленьким мальчиком, он родился в 1913 году. Но в 1930-е годы он уже был довольно активным участником еврейских артистических кругов. В том «Янгвильна», которое было известно в те времена, с такими участниками, как Суцкевер, Бейлис Легис, которые после войны остались очень близкими друзьями Рафаила. Это движение, артистическое движение, потом стало довольно известным. И в данный момент это считается основным еврейским культурным движением той эпохи. Когда началась война, то есть война, когда немцы напали на Польшу, Советский Союз занял Вильнюс. И папа в этом моменте начал работать как директор художественной школы в Вилейке, которая сейчас в Беларуси. И когда немцы напали на Россию, он был на выставке в Минске. И благодаря этому он спасся, потому что вся его семья была захвачена немцами. Они попали в гетто, а папу, как большинство жителей Литвы, которые попали к немцам в плен, выставили в Сибирь. И он попал в Сибирь в то, что называлось стройбатальон. То есть строил железную дорогу где-то в Сибири. Люди умирали как мухи. И папа подзарабатывал немножко тем, что делал портреты стражников, тех, которые, солдат, которые за ними наблюдали. И в то время наша мама, которая была журналисткой в Москве, она была эвакуирована в город, который назывался Красные Баки. И там она была директоршей дома культуры. И она узнала, что вот там где-то недалеко на строительстве железной дороги есть какой-то художник, который... Ну, есть художник, а ей нужен был декоратор. Они так познакомились. И это, конечно, спасло ему жизнь, потому что у него уже начиналось воспаление легких. Но она его спасла. И так они жили там до конца войны. Там родился мой брат в 44-м году. И в момент окончания войны они переехали в Москву. И папа тогда сразу же поехал в Вильнюс, как только Вильнюс освободили. Он увидел, что произошло с городом, с Вильнюсом. И он тогда стал документалистом. Папа единственный человек, который написал рисунки, картины состояния Вильнюсского гетто и в общем Вильнюса в 45-м году. Он создал целый цикл о погибшем городе, не только народе, но и город как какое-то живое существо. Он жил между Москвой и Вильнюсом. В основном в Вильнюсе, но мама осталась в Москве. Так что папа очень часто ездил в Москву и в основном жил в Вильнюсе, где он даже поступил в университет на художественное направление, потому что ему нужно было иметь диплом. Впрочем, они это сделали вместе с Аугустиносом Савицкасом. Они вместе учились для того, чтобы получить диплом. Кроме того, в Вильнюсе все-таки еще осталось или вернулось довольно много интересных для папы друзей, благодаря которым он мог жить в интеллектуальном смысле. В материальном смысле было очень трудно. Во время войны в 1942 году было составлено соглашение между Андерсом, это был начальник польского правительства в Лондоне, и Сталином, на счет того, что все польские граждане, довоенные польские граждане, смогут после войны вернуться в Польшу. Поскольку папа до войны был польским гражданем в Вильнюсе, он использовал эту возможность в последнем моменте. Это было возможно до 1959 года, и мы выехали из Вильнюса в 1959 году. Потому что для папы не было никаких перспектив как художника. Кроме того, как красить портреты Сталина и Ленина на пять этажей, он только мог работы писать, как говорилось в России тогда, в ящик для себя. Но он в Польше попал в очень хорошую компанию. И можно сказать, что в варшавский период папы, эти десять лет, от 1959 до 1969, были самыми интересными моментами в его жизни в том смысле, что в Варшаве появилось большинство, так сказать, недобитков еврейских из Вильнюса. Кроме того, то же самое из польских варшавских евреев. И они были хорошо организованы. Потому что было общество, которое называлось ТСКЖЭТ. Это Товожиство сплошно-культуральных жидов в Польше. У которых были совсем хорошие даже финансовые средства. Очень хорошая культурная организация по всей Польше. И папа был... Его очень уважали. И у него были хорошие условия жизни, даже финансовые. Он даже смог ездить во Францию, в Марокко. Так что это хороший период для него. А кроме того, очень большая часть его главных работ, картин, были сделаны в этот десятилетний период в Варшаве. Была какая-то база того, что самое главное – это то, что у тебя в голове. Впрочем, почему все еврейские дети, самое главное – это было учить. Потому что это у тебя никто не заберет. А это всегда будет базой твоей жизни. Ну и вот его жизнь научила, что надо иметь силу, чтобы адаптироваться в другом обществе, если это обязательно нужно. Ему, конечно, было трудно. Это понятно. Так же, как мне было трудно уехать из Польши. Но это, во-первых, почему они в те времена, в 1969 году, почему мы уехали? Потому что изменилась политика. После Шестидевной войны в Израиле евреи стали… Приняли евреев за пятую колонну. И сказали евреям – уезжайте. За что я им очень благодарен. Потому что мне все-таки показались больше перспективы здесь, чем те, которые остались в Польше. Папа был художником, воспитанным на европейской живописи. И для него центром мира, художественного мира был город Париж. Папа не приехал во Францию, папа приехал в Париж. И для него не было никакой другой возможности выбрать какой-то другой город, поскольку здесь он мог выбрать. Он мог поехать в Израиль, мог поехать в Швецию, в Штаты, в Австралию. Для него единственный город, который существовал и был его городом, это был Париж. И, впрочем, это видно на его работах о Париже, что он обожал этот город. И когда он сюда приехал, здесь он встретил… Во-первых, в те времена, когда мы приехали в Париж, это был 70-й год… 69-й год, было еще очень много евреев, которые говорили по-еврейски. Все они очень уважительно относились к папе. Так что это не было то, те условия в Варшаве, его среда, в которой он жил, это были интеллектуалисты. Здесь, в Париже, ремесленники, которые хорошо заработали, у которых были магазины, маленькие какие-то фирмы. Но это уже был не тот интеллектуальный уровень этого еврейского общества. Папа мог, начиная с 90-х годов, поехать в Вильнюс. Это было не трудно. И когда мы… Мог поехать в Польшу, тоже было не трудно. Но у него никогда не… Я думаю, что он не хотел портить… Того образа Вильнюса, который у него был в голове до… До военного Вильнюса. Это была какая-то… Его… Жизнь его изгнала из Эдена. И он знал, что уже если он туда вернется, это уже не будет Эдена. Он очень много работал. Он посвящал, не знаю, 10 часов в день на свою работу. У него был сдвинутый полностью день. То есть он вставал 2-3 часа после обеда. И ложился часов в 5. Так что у него день был полностью сдвинутый. Он очень, очень любил свои сестры. Поэтому он очень часто ездил в Израиль. Я могу только хорошие вещи сказать о моем папе. Но я не встретил ни одного человека, знающего папу, который бы его не любил. Потому что он был очень, очень теплый человек. Он любил рассказывать анекдоты, любил выпить. Все люди, которых я знаю, обожали моего папу. После того, что мой папа пережил во время войны и после того, что случилось с его семьей. Я не уверен, что он бы хотел, чтобы там был музей. Музей – это уже было не его решение. Это уже было решение моего брата и меня. Потому что мы считали, что его место также и там, и никто ему его забрать не может. Он вошел в свое время. Это уже было несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кирилля А.Кулы Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...